Всем привет! Криштиану Роналду это один из величайших футболистов в истории, но к сожалению за последние несколько лет этот футболист проделал путь от победы в финале Лиги Чемпионов до второго места в чемпионате Саудовской Аравии за Аль Насар. Кто-то говорит, что главная причина в старении, другие же заявляют, что дело в непростом характере португальца. Но прямо сегодня мы поможем португальцу снова вернуться на вершину мирового футбола. Начнем свой путь мы с Аль Насара и поднимаясь по карьерной лестнице в зависимости от результатов мы дойдем до грандов мирового футбола. Как ты понял, это новая рубрика на канале и такого я не видел еще нигде. Давайте коротко объясню правила. В конце каждого сезона мы можем менять команду. Клуб мы подбираем с помощью колеса фортуны в зависимости от результата футболиста. Один сезон это три матча. Начинаем мы с вот такого вот состава. Потратил на этот ролик я много часов, как бы ни дней, так что минимум 2000 лайков для продолжения. Я очень старался. Начинается первый матч Криштиана Роналду в этом сезоне за Аль Насар. Конечно же мы аутсайдеры и сразу соперник кинулся атаковать, но благо в первых моментах нам довольно сильно везло и мы каким-то образом оборонялись. Хоть могли пропускать уже с самого начала. 0-0, но в первом тайме никаких моментов мы не создали. Перешли мы в атаку только в начале второго тайма и здесь Мартинос пробивал поворотом один раз, второй раз, но только угловой. Уверен, был бы на месте этого Мартинос за Криштиана Роналду, этот момент бы закончился чем-то опасным. Но угловой, который подавал Роналду, не закончился холлом, опять же, к сожалению. Но что это было в этом моменте, я не знаю. Это самый странный холл, который я когда-либо забивал. Но кто, как не Криштиану Роналду, славится реализацией моментов даже самых не очевидных. Жалко, что его нельзя клонировать и поставить на все 11 позиций на поле, потому что защита, например, проваливается. Полузащита тоже не славится своей особой надежностью, теряет мяч и, собственно, мы опять сталкиваемся с моей довольно слабой защитой. Ну и, к сожалению, данный матч заканчивается вот таким вот образом, 1-2. Довольно быстро мой оппонент отыгрался, но объективно против такого состава я сделать не мог толком ничего. И тот гол, который залетел, это было скорее исключение. Так-то я полностью отчиживался в обороне и данный счет является абсолютно закономерным. Переходим мы ко второму сопернику и опять состав довольно мощный. Что могу сказать? Быстрый гол в студию. После этого я мог пропускать второй и, в принципе, мои шансы бы на этом заканчивались в этом матче, но БП пробил в перекладину. А дальше в игру решил включить сам мой вратарь с ростом 1,83 и отбил то, что никогда не отбивается. После такого, тем более, обидно пропускать с углового. Да, вы все правильно поняли, 0 момента у меня и 0,2 после первого тайма. Могло остановиться и 0,3, если бы Кейн пробивал на силу, а не пробовал бы перекинуть вратаря. После этого следовало еще несколько весьма опасных ударов. Но сработало правило жизни, если ты долго ищешь свой момент, то ты его 100% найдешь. Вот так вот я идеально разыграл и Роналду оставалось просто попасть по воротам, а с этим у него особых проблем никогда не возникало. Хоть это был гол из навеса, но я объективно раскатал всю оборону соперника перед этим. А здесь я не понимаю, как такое заходит, очень обидно такое пропускать. Причем у меня всегда был вопрос к тем людям, которые играют навесами против настолько слабых составов. Вам реально не скучно играть в навесы против составов, в котором футболисты золотые и серебряные даже есть? Но на 90-й минуте я опять заработал угловой, у Роналду здесь предголевая передача, и наш 72-й ЛПшник уверенно завершает эту атаку. Ну, как-то так. Это уже последний матч сезона за Альнасов, здесь Роналду должен выложиться на максимум. Начался матч с того аспекта игры, который я больше всего люблю. Я навесил на Роналду, навес не прошел, но Талиско оказался очень уверенным на добивании. И сразу после этого я создаю еще один невероятно опасный момент, Криштиан Роналду забивает. И за штрафной прекрасным ударом делая счет 2-0 мы выиграем. Я не думал, что это когда-либо скажу, играя вот таким вот составом. После этого даже мой вратарь уверенно сыграл на выходе. И да, реально 2-0 после первого тайма. Настрой был максимально оптимистичным, даже несмотря на то, что второй тайм для нас начался максимально неблагоприятно. Продержаться оставалось реально не так уж и много, к тому же все к этому реально шло. Дотерпел я до 78-й минуты матча, но после этого реально без шансов меня размотали на фланги. Хоть защитник мог этот момент объективно решать, просто не прошел подкат. Очень обидно. Еще обиднее может быть только этот момент, который я даже не знаю как комментировать. Я не думал, что все закончится настолько жестоко. Поражение обидно не по игре, а по факту, что я вел 2 мяча, но даже не смог получить ничью в этом матче. По итогам этого сезона Роналду показал все свои лидерские качества. Забил 3 мяча и стал лучшим бомбардиром команды. Этого достаточно, чтобы перейти в клуб выше среднего. Как я и говорил, мы делаем все с помощью колеса фортуны. Первое мы выбираем лигу. Будет весело. Это остальной мир, здесь может выпасть все что угодно. Было прикольно вернуть его в спортинг. Нидерланды, аэродивизия, круто. Фейн Норд, этот клуб идет первым в аэродивизии. Данная команда обладает вот таким вот составом. Средний рейтинг футболистов от 80 до 90 выделяется как Сьюиси Нестера. Также по итогам этого сезона Роналду заслужил апгрейд. Получилось весьма круто. Дебют Криштиану за команду из Роттердама. И тут сразу Аргентина, Месси и Паредес на ЛВшнике. Прекрасный пас от Леонели Месси, но я ответил чем-то получше. Теперь настало время создавать моменты. И конечно же, первый момент был за мной. Ну, здесь Роналду просто не мог не завершить эту атаку забитым мячом. И это первый мяч Криштиана Роналду за новую команду. Я могу удваивать преимущество, но в этом моменте очень не повезло. Но в следующем повезло. Я думал это завершится забитым мячом, но повезло. Этот момент давайте мы оставим без каких-либо комментариев. Я не знаю, как такое может залетать от Паредеса, имбового ЛВшника в последнее время. 1-1, прекрасное начало матча. Но конечно же, на достигнутом мы не останавливаемся. И Роналду опять он забивает. Просто прекрасное сочетание силы и точности удара. Но долго порадоваться нам не дают. Лаутаро Мартинес, ну, делает свой дело 2-2. Этого я ожидал меньше всего, но похоже 3-2. Я знаю, что настолько быстро пропустить сразу два мяча, это для многих бы стало нокаутом. Но не для Криштиана Роналду, который находит по итогу свой момент. И хотел сказать, что забивает, но нет. Старлайк, если забайтил, после этого угловой, который опять же ничем не завершается. И концовку матча я даже не знаю, как мне можно ее описать. Столько моментов в концовке, которые не завершаются забитым мячом. Здесь я даже не буду никаким образом троллить и так далее. Но я не знаю, как это может не закончиться забитым мячом. Столько ударов просто вплотную по вратарю, и Роналду мог делать хет-трик в этом матче. Но Леонель Месси оказался сильнее в этом сражении. Здесь у нас что-то больше похожее на мадридский Реал. Золотое правило каждого матча в моем исполнении, это пропустить что-то необязательное с добиванием. Идеально. А если после этого следует еще и второй пропущенный мяч, то это просто прекрасное начало матча. Неназначенный пенальти в этом моменте должен был меня окончательно сломать. Но мне кажется, вы забыли, кто у меня есть на поле. Криштиану Роналду с углового забивает все под контролем. Тем более, не за что переживать, когда в моем составе есть Синистера. В этом моменте он сотворил что-то просто невероятное. В соло размотал абсолютно всю защиту соперника. Думаю, это идеальная связка нападающих. Роналду плюс Синистера. Это они доказывают в этом моменте, который просто прекрасно заканчивается. Но мы даже пропускаем празднование, потому что мы прекрасно знаем, что дубль для Роналду это мало. Хэт-трик, думаю, это самое то. Все с головы. Не самые красивые мячи, но настолько важные. Я не знаю, как он может быть настолько результативным. Один из лучших первых таймов за всю историю. Если бы еще не пропускать такое, как я пропустил в этом моменте, то было бы все максимально прекрасно. Но не только мои соперники могут играть в навесы. У нас есть Роналду, он забивает уже четвертый. Гол в этом матче. Только вдумайтесь, 4 гола более сильному сопернику, и это еще не конец матча. Но если бы магия Роналду хоть немножко передалась на моего вратаря. Мне кажется, в этих моментах он 100% должен был хотя бы один из этих двух вытаскивать. Два гола в концовке я пропустил. Честно говоря, это очень больно проигрывать вот такие вот матчи, в которые все вроде получается. Но по итогу не получается добиться даже ничьи. Но не расстраиваемся и пробуем одержать победу против этого соперника. Благо все начинается для меня максимально хорошо. Синистера забивает свой дебютный гол в этом сезоне. Но я сам не могу себе ответить на вопрос, почему после этого я включил атакующую тактику. Похоже, инстинкта самосохранения у меня нет вообще. И вот я даже на секунду не подумал, что с моими медленными защитниками высокая линия обороны может быть просто критична. Мою умную голову спасла лишь перекладина в этом моменте. 1-2 после первого тайма по итогу. Это максимально благоприятный счет, потому что что-то еще, да и можно создать. Дессерс пробивал хорошо. Но вратарь перевел мяч на угловой, а на угловом, вы знаете, у нас есть просто какой-то супермен, который спасает нас и уверен, будет это делать еще не раз. После такого пропустить, конечно, очень обидно. Потому что атакующая тактика максимально измотала моих футболистов, и они уже еле бегут в концовке матча. Но я зарабатываю штрафной, который Криштиану Роналду не реализовывает. Все три матча за Фейнорд, это невероятная драма. Было очень обидно. Мог побеждать во всех трех матчах, но чего-то не хватало. Что могу сказать? Криштиану стал лидером Фейнорда. Забил 7 мячей. Этого достаточно, чтобы перейти в топ-клуб. Но это все еще не уровень гранда. Первые это чемпионаты, я отсюда забыл убрать остальной мир. И нам выпадает французская лига. Это неплохо, хочу ПСЖ. Будет идеальную связочку составлять с Месси. Я сюда поместил абсолютно все клубы, которые имеют хорошую историю, либо борются за лигу чемпионов. У всех этих команд весьма хороший состав. И Марсель. Хорошо. По меркам FIFA Mobile, Марсель является реально топ-клубом. Средний рейтинг футболистов команды от 90 до 100. Имеется интересная схема и две звезды. Санчес и Пайет, это выглядит круто. Также Роналду получает апгрейд. 104 карточка, добро пожаловать. Слушайте, этот состав мне максимально нравится. Я очень рад, что мне выпал именно Марсель. Хоть и ПСЖ связка с Месси справедливости ради было бы очень интересно. Дебютирует Роналду против такого состава. Хочется, чтобы он показал себя на все 100. Один из дневных моментов без участия нашего португальского гения. После этого следует еще один удар не от Роналду. Еще и навес последовал не на португальца. Но, думаю, вы заметили, что никто, кроме как Роналду, не может забить. После этого еще и вратарь сыграл очень хорошо. Получается, ничья после первого тайма. Здесь меня уже могли хоронить. Но, я не знаю, как так сыграл Крэспа в этой ситуации. И тут я понял, что в этом матче я еще на что-то претендовать дай могу. Я, похоже, понял, кто в этом матче может зарешать. Это, конечно же, Криштиану Роналду, который сделал просто что-то невероятное. Это один из самых красивых голов, конечно же, который я когда-либо забивал. Просто прекрасно выглядит его празднование. Конечно же, у меня уже было что-то подобное, что я радугой перекидывал игрока. Но двух сразу. Да еще и когда это становится решающим голом в матче. И единственным в том числе. В общем, конечно же, это было просто гениально. Впереди нас еще ждет два матча этого сезона. Но для того, чтобы вышло продолжение этой рубрики, нужно наставить 2000 лайков. А продолжение, поверьте, будет еще более интересным. Хоть куда уж там интереснее. В общем, ставьте лайк, если понравилось. И пока.